здесь что-то не так с этой бабушкой хирургом и что-то меня правда настораживает и мансуру ну реально надо быть как-то осторожным с этой истории всем огромный при огромный привет я рада видеть вас на своем канале надеюсь вы тоже рады меня видеть ребят поговорим мы с вами о канале делающий добро обсудим очередной видеоролик и давно 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 не было видеороликов с бабушкой хирургом я помню эту бабушку я видела этот видеоролик и этот трэш и этот бардак в ее доме и по сравнению с бабушкой хирургом дом бабы они отдыхает просто потому что бабы они наверное нет такого бардака и не было как у бабушки хирурга и я тогда вот все не могла понять по сути всей этой истории и почему она живет в таком бардаке не меня как-то вот эта история но действительно настораживала потому что вот я на самом деле не могла никак понять как такое может быть вроде такой заслуженный человек да столько сделал для общества скажем так и вот такая вода судьба что якобы ей предоставили дом который тоже аварийный и по сути она получается от него отказалась и почему аварийный и сейчас вот она осталась жить в своих этих развалинах с бардаком и мансур тоже сказал что почему долго не показывал потому что там работали волонтеры возможно действительно так возможно действительно там занимались какой-то уборкой но мы посмотрим он покажет видеоролик он сказал съездить туда и мы посмотрим что там и как но я послушала о его планах и мне как-то не очень эти планы и правда понравились потому что ну на самом деле здесь первую очередь нужно обращаться в правоохранительные органы здесь не стоит на себя взваливать и вот это вот сюда дом искать кредит там или еще там в рассрочку или как не в кредит что-то я уже уже заговорилась в рассрочку как он хочет домом как бы купить это все как-то выглядит ну нереально нужно подключать правоохранительные органы нужно подключать смы если действительно там ну присутствует то о чем она говорит в телефонном разговоре хотя я сложно разбиралась в том что она пытается донести мансуру ну запись и слышимость именно вот видео плохо было понятно что она говорит потому что вот знаете я не понимаю как может быть такое и может быть кто-нибудь кто живет в казахстане мне пояснит эту ситуацию вообще возможно ли такое чтобы было возможно ли место быть такому вот случаю да что человека могли вот так вот получается надурить до предоставить дом который в аварийном состоянии и как бы получается что шила на мыло один аварийный на второй аварийный может ли быть вообще такое ну да не нужно не нужно взваливать на себя вот эту вот еще обузу потому что ну на самом деле это все достаточно серьезно проще всего сказать что вот попытаюсь помочь этой бабушке попытаюсь там что-то с домом решить купить дом но это не выход первое это чтобы купить дом даже в рассрочка в рассрочку нужно иметь на это средства средства немалые и мне кажется мансуру просто не нужно вляпываться во все это не нравится мне как то вот эта вот история потому что ну как то вот что-то такое чувство что возможно она не договаривает но если на самом деле это так то да то тут нужно подключать вышестоящие органы подключать давать огласки эту историю чтобы люди слышали знали и чтобы не мансур и зрители там и подписчики или еще кто-то решал эту проблему и помогали а именно вышестоящие органы и правда ребят ну вот лично у меня такое мнение я не знаю кто что думает вообще про эту бабулечку но вот я не знаю ну потому что вот как то вот это слишком много она в том видеоролике еще старом когда мансур показывал ее слишком много она вот говорила такого какого-то странного конечно неправдоподобного не знаю о себе что ли про глаз как то вот как то это выглядело да не знаю я пересматривала этот видеоролики и вот что-то мне не понравилось но вот правда мне по поводу записи сообщества и видео знаю что будете писать об этом что в сообществе было написано что бабушка позвонила мансуру а получается что мансур позвонил бабушки и прямо я почитала в комментариях у мансура когда смотрела видеоролик м целый скандал что опять вранье опять нестыковки ребят ну а вы не думаете что она правда ему звонила и она ему могла просто-напросто не дозвониться не допустим тоже многие пару звонят и я не всегда могу услышать у меня часто телефон стоит на вибро когда я работаю и я могу просто-напросто не услышать и потом просто-напросто могу перезвонить сама такое тоже может быть поэтому вот так вот все изворачивать переворачивать конечно же можно но нужно ли это такая мелочь по сравнению но с ситуацией которую нам рассказал мансур которая довольно сложнее всех этих вот каких-то нестыковок которые люди принимают за что-то такое прям серьезное серьезное ну и я не знаю я как-то высказалась потому что все это достаточно сложно с этой бабулькой и не знаю вот у меня какой-то вот не очень сложилось такое хорошее прям мнение такое твердое здесь действительно нужно с этой историей как-то разбираться и подключать действительно средства массовой информации подключать правоохранительные органы и как-то для начала действовать только так потому что на себя брать такую ответственность такую абузу но это просто не по силам это просто реально не по силам ну у меня такое мнение напишите что думаете вы по этому поводу жду ваших комментариев и как всегда желаю каждому из вас прекраснейшего настроения позитивных эмоций любви добра понимания конечно же мое хорошее здоровье берегите себя и своих близких обнимаю вас всех пока